Да, друзья, привет вам. Слушайте, вот такая интересная история, там у меня в ВКонтакте-то, конечно, можно сразу задружиться, там много желающих сразу задружиться, приглашаю, пожалуйста. А вот в Фейсбуке, ну у меня же там 5000, ну кого я исключу, потому что все друзья там. Вот я пытался кого-то выкинуть, чтобы новых принять, а у меня там висит, там 40 человек, которые хотят немедленно задружиться, а как я могу выкинуть? А я пытаюсь кого-то выкинуть, а это мой друг, пытаюсь кого-то выкинуть, а это мой друг, потом опять пытаюсь, а не получается, вот проблема у меня. А что вам не просто взять, вот под этим роликом есть описание, а в описании входы в Фейсбуке прямо в школу. Да, да, там же тоже можем в личке переписываться, пожалуйста, ну просто Фейсбук больше пяти не пускает на главную страницу. Входы там есть, и ВКонтакте там школа, Homo Futurus, все, входы есть, пожалуйста. Просто давайте будем дружить, потому что мне даже самому интересно, вот там у меня очень-очень много, целый список, кто хочет задружиться, просто каждый день прибавляется и прибавляется, и мне само интересно. Какая-то непонятная аватарка, я вообще-то люблю, когда фотография человека, когда ты видишь человека, ну бывает, что какая-то аватарка непонятная. Например, зонтик какой-то, как у меня на картине, или шарики воздушные. Ну, а мне же любопытно, я же взрослый мужчина, любопытный, да. Сохранил себе детского ребёнка, сохранил. Да, ну вот это очень важно, потому что мы в школе саморегуляции обучаем навыкам, чтобы человек мог соединить свою детскую естественность со взрослым умом и опытом. Соединить. Не превращаться в ребёнка в полном смысле слова, это вообще будет нелепо, да, это уже болезнь. А вот чтобы соединить и оставаться, ну, сейчас пошучу я, пошучу, оставаться таким мудрым, как я, но при этом таким же естественным, как дети. Будьте, как дети, сказано там в Святом Писании, и спасётесь. А у нас, как дети, это когда шалтай-балтай делают и спасаются, снимают напряжение. Да, вот скоро я вам буду про гипноз рассказывать, потому что все хотят узнать, что такое гипноз и как это делается. Я вам теорию расскажу и практику. И всё мы это будем делать на зуме, чтобы я видел ваши лица, друзья. Потому что наша школа, человек будущего, Homo Futurus, должна знать всё. Что такое гипноз, как проводят осознанное, самостоятельное управление своим состоянием, как можно по своему собственному желанию войти в транс и давать себе самокоманды, самовнушение, настраиваться на будущее, включать ресурсы. А можно, допустим, ты больной человек, ты хочешь попасть под гипноз психотерапевта. Так психотерапевт тебя бы научил, если бы все врачи, психотерапевты и психологи знали метод-ключ, они бы тебя одновременно и научили бы. Но для того, чтобы он тебя научил. А ты потом сам мог быть в сотрудничестве со своим психотерапевтом. Он бы тебе сказал, у тебя ключ есть? Ты говоришь, да, есть. Он говорит, ну вызывай у себя транс. А я к тебе подключусь и буду тебя терапевтировать. И ты бы раз вызвал, и ему легче, и тебе легче. Да, но самое главное уметь это делать самому. А вот психологи и психотерапевты должны проходить специальную подготовку, чтобы узнать и технику безопасности, и как работать с различными контингентами, и готовить на чемпионаты мира, а не только с больными работать, и с бизнесменами работать, и с министрами, и с депутатами, и с кем угодно. Но для этого надо, чтобы я их учил. Они просто взяли ролики. Это для личного использования ролики у меня в Ютубе. Это моя помощь ближнему. Это наша школа «Человек будущего» бесплатно всем помогает войти в это будущее лучшее. Да, всем помогает, и там обменивают свои опыты, там у меня очень достойные ученики, и сами создают уже приемы, мы там обмениваем. Все, заходите туда в школу, описание под видео. А специалисты, конечно, должны у меня подготовку проходить. Потому что там есть какие-то секреты есть. Ну, конечно, есть. Но у него мастера есть свои секреты. Не потому, что я скрываю. Нет, ни в коем случае. Я же вон открыто даю бесплатно всем. Если бы я скрывал, так я бы только это за деньги делал. Нет, я хочу, чтобы человек был свободен. Чтобы он сам умел управлять собой. Потому что это свобода, это способность управлять собой. Потому что если не будешь управлять собой, то бой начинает управлять другие. Никуда не денешься. До встречи.